После того, как показали Samsung S9 и мы увидели, что там нет ничего кардинального и цена на Samsung S8 существенно упала, я решил посмотреть на смартфон еще раз, учитывая, что все основные конкуренты показали свои флагуны 2018 года и сравнить S8 с ними, тем более, что у нас S8 в очень необычном цвете. Одним из важных аспектов смартфона является дисплей. Многие забыли, что моду на вытянутые дисплеи соотношением 18 к 9 принесла нам именно компания Samsung. На Samsung S8 стоит вытянутый, заглубленный по бокам дисплей. Такого дисплея нет ни у одного производителя в мире. Впервые такой изогнутый дисплей показали на Note 4 Edge, но на S8 и S9 он выглядит просто потрясающе. Если вспомнить, что же выпускали тогда конкуренты на момент выхода S8, то разница будет просто огромной, как будто бы это разница между поколениями. Тот же iPhone 7 Plus на момент выхода S8 был просто из другого века, с такими огромными рамками снизу и сверху. Сейчас же мода другая, все научились производить вытянутые дисплеи, но многие копируют с iPhone X верхнюю часть дисплея. Однако изготовить изогнутый дисплей, как у Samsung, пока еще никто не может. Ну и Samsung молодцы, что не стали гнаться за 3 мм площадью экрана и в S9 тоже установили ровный дисплей, а не нелогичный дисплей, как на iPhone X, из-за которого съедается часть изображения. В итоге у Samsung S8 S9 получился один из больших по площади охвата дисплей. Больше, чем у iPhone X он уступает разве что смартфону Essential. Решение от Xiaomi я тоже особо не оценил, потому что смысл делать большую рамку внизу дисплея и переносить туда камеру и прочие датчики мне непонятно. А у S8 очень тонкие и, главное, пропорциональные рамки сверху и снизу дисплея. К тому же в Samsung поставили кнопку Force Touch, на которую можно нажать даже при выключенном дисплее. Сейчас многие люди считают, что Samsung уже не тот и что китайские бренды ничем не хуже и при этом стоят дешевле. Но у меня другая точка зрения. Я считаю, что до 20 тысяч рублей китайские смартфоны очень актуальны и конкурентоспособны. Но мое мнение насчет смартфонов выше 20-25 тысяч рублей однозначно. Если можно купить за эти деньги позапрошлый или прошлогодний флагман, скажем Samsung S7 или LG G6, то я бы купил именно их. В ценовой категории выше 30 тысяч рублей Samsung является лидером. Тот же OnePlus 6 по цене примерно стоит столько же, что и S8. Однако при сравнении камер и прочих других параметров OnePlus не лучше, чем S8. А в некоторых сценариях, возможно, Samsung лучше. Остальные бренды типа Huawei, LG и Asus дисплей сделали как в iPhone X, что я считаю неправильным решением. В безрамочных смартфонах от Xiaomi мне тоже не нравится расположение датчиков снизу и манипуляции с переворачиванием смартфона для того, чтобы сделать селфи. У Samsung на сегодняшний день один из лучших вариантов расположения передней камеры и пропорциональной рамки снизу и сверху. Также от HTC U12. Конкурентом S8 также является S9. Но я считаю, что цена слишком завышена и я бы не стал переплачивать за минимальные отличия. У Samsung лучшая оболочка на Android. Фирменные фишки Samsung, Always On Display, двухоконный режим и куча программных решений, которые впоследствии стали копировать остальные производители. Мы как-то забыли, что первые версии Android были сырыми и Samsung дала нам огромное количество решений, которые позже появились в стандартном Android. Например, оболочка Xiaomi, которая мне лично понравилась, это копия лучших фишек Samsung и iPhone. Многие говорят, что у оболочки Samsung много мусора. А чего они не ругают чисто Android? Там ведь тоже много мусора. Google музыка, Google фильмы, Google книги, дуо. Кому-то это тоже не нужно. То же самое и Samsung. Кому-то они нужны, а кому-то нет. Но если не считать мнение некоторых журналистов, которые всегда за чисто Android, а посмотреть на реальных людей и своих окружающих, то многие мои знакомые в повседневной жизни активно пользуются программами Samsung и им это нравится. По производительности Samsung S8 будет еще очень долго оставаться актуальным смартфоном. Тут установлены самые топовые решения на момент выхода смартфона. Если посмотреть на Samsung S6, то он даже спустя 4 года остается актуальным смартфоном. По многих флагманах сейчас не ставят слоток карты памяти, тот же iPhone или Xiaomi. Но то, что есть слот карты памяти, это очень удобно, потому что можно, скажем, вытащить карту памяти с экшн-камерой, поставить на смартфон, обработать его и сразу же отправить на тот же самый YouTube. Скажем, находясь в горах или на рыбалке. Samsung как-то пропустила моду на металлические смартфоны и из пластика сразу перешла к стеклянному корпусу. И получилось так, что сейчас все флагманы стеклянные. Более того, у конкурентов теперь заднее стекло тоже с изгибом, взять тот же HTC U12. И опять-таки такой корпус впервые показали на Samsung Note 7 и позже на S8. Корпус Samsung S8 просто великолепен. Они прошли уже детские болезни, когда, скажем, на Samsung S6 Edge корпус резал руку. И теперь Samsung S8 приятно держать в руке. И тот же Samsung S8 и S9 на данный момент чуть ли не единственные смартфоны, которые смогли сделать так, чтобы камера не выпирала из корпуса. Об этом мало кто говорит, но современные камеры торчат из корпуса. Ну и конечно Samsung S8 защищен от воды. Получается, что если не брать в расчет смартфон от Google, так как он просто не продается в России, У остальных конкурентов тот дисплей не такой, у кого-то нет водозащиты. А Samsung S8 это универсальное решение. И учитывая его цену, он просто вне конкуренции. Если вы считаете, что есть смартфоны получше, напишите об этом в комментариях. До новых встреч!